По легенде, компания молодых людей каталась на байдарке и, решив немножко поразвлечься, начала раскачивать лодку. В результате чего она перевернулась. Трое молодых людей остались барахтаться на поверхности, и еще один ушел под воду. Проходившие мимо люди услышали крики и позвонили в 101. Такого рода учения проводятся достаточно часто, потому что в этом году высокая гибель людей в водоемах по всей области. По статистике у нас в этом году довольно-таки плащевная статистика. На сегодняшний день 62 человека по Брестской области утонуло, в состоянии афиксии. Поэтому превышение у нас идет с прошлым годом. Погода, ну будем смотреть дальше по погоде. Как бы основная беда у нас, как всегда была, так и остается. Это нетрезвое состояние купания. Сколько мы не пытаемся, сколько мы не объясняем. Наш стереотип людей нахождение у воды без алкоголя – это потраченное просто время. Соответственно, все почему-то берут алкоголь и все пытаются выпить, а зачем потом устроить какие-то чемпионаты по заплывам. Кто больше, кто быстрее, кто дальше. И зачастую такое поведение на воде приводит к трагедии. Алкоголь плюс жара и глубокий водоем – практически гарантированная смерть. Тем не менее, такие предупреждения мало кого пугают. Только в городе Бресте с начала купального сезона погибло 8 человек. Если вы решили искупаться в том месте, где единственным его достоинством является наличие воды, оно не предназначено для купания, то должны быть готовы, что, скорее всего, оказать помощь вам в случае необходимости никто не сможет. Для того, чтобы ваш отдых был безопасным на водоемах, необходимо купаться в предназначенных для купания местах, исключить наличие употребления алкогольных напитков, строго следить за нахождением на водоеме и у воды детей. Но вернемся к легенде. Специалисты МЧС и Освод прибыли на место происшествия за 10 минут. Все терпящие бедствия люди спасены. Стоит отметить, что подобные учения позволяют двум спасательным организациям легко взаимодействовать, а также делиться опытом друг с другом.